Этот музыкальный инструмент много значит для ростовчанина Валентина Шкандыбина. Окарина – необычный вид флейты, а еще часть культурного наследия многих народов. Еще 15 лет назад Валентин работал графическим дизайнером в крупной компании, однако решил все оставить, когда впервые услышал звучание этого духового инструмента. За долгие годы Валентин научился не только играть на разных окаринах, но и создавать их своими руками. Из пластичной глины мастер формирует флейту, а позже обжигает ее в печи. Когда изделия готовы, они отправляются этномузыкантам со всего света. Кстати, в коллекции ростовчанина не только окарины ручной работы. Здесь и варганы, и барабаны, и деревянные флейты североамериканских индейцев. Валентин уверен – музыка, способная исцелить душу человека. Например, ударный инструмент трав отлично расслабляет после трудного дня. Знакомить с этнической музыкой окружающих – еще одна часть жизни Валентина. Мастер встречается со слушателями на сеансах звукотерапии. Музыка погружает людей в медитативное состояние. Кроме этого, ростовчанин устраивает семейные концерты, на которых помогает и детям, и взрослым избавляться от зажимов. Подобные тренинги Валентин проводит и в офисах для сотрудников. И они такие, я захожу, они все насупленные такие, все серьезные. 15 минут хватило. Они как дети такие – ой, калимба, ой, варган, ой, барабан, ой, флейточка. И это были руководящие состав очень крупной компании. Чарующие звуки древней флейты увлекают и заставляют пробовать новое. Учиться играть на окарине лучше всего на природе, считает Валентин. Попытались и мы освоить этот инструмент. По мнению Валентина, этномузыка помогает человеку радоваться жизни, а мелодия Карины – перенестись в те моменты, когда на душе было легко и спокойно.